МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа культурный разговор. Интриги, скандалы, расследования. Давайте оставим в стороне и поговорим культурно. Одним из самых ярких культурных событий этой осени стал международный фестиваль «Молодой театр», который прошел в рамках довольно масштабного арт-проекта «Лифт Карелия 14+. В фестивале приняли участие молодые артисты и режиссеры из России и даже Европы. Давайте вспомним, как это было. Фестиваль «Молодой театр» прошел в Петрозаводске в рамках международного культурного проекта «Лифт Карелия 14+,» и объединил молодые театральные коллективы со всей России, а также из Норвегии и Сербии. Спектакли о молодых и для молодых шли на фестивальной сцене практически целую неделю. Карельские артисты тоже не остались в стороне. Национальный театр порадовал зрителей постановкой по мотивам культовой повести Бориса Васильева о «Зоре здесь тихий». Музыкальный театр моноспектаклем «Ожидание» в исполнении Эльвины Мулиной. Театр «Кукол» устроил образцово-показательный суд над классиком в авангардной постановке по Шекспиру, а театр драмы «Творческая мастерская» завершил фестиваль пьесой Елены Исаевой про мою маму и про меня. В спектакле приняли участие сразу несколько поколений артистов. «А ты как на маме мечтала, ты знаменитый?» «Я?» «Нет, я не мечтала». «А почему?» «Я была просто уверена, что я стану». «Много лет не стало?» «Ну, у меня еще все впереди, такие мои годы». Сюжет пьесы представляет собой вереницу забавных и грустных историй из повседневной жизни, рассказанных в школьных сочинениях девочкой по имени Лена, которая мечтает стать знаменитой. В центре этих наивных историй она сама, а также ее мать, которая рано потеряла мужа и отдала дочери всю свою любовь. Она поддерживает робкую девочку во всех ее начинаниях, а та совсем по-взрослому заботится о матери и даже пытается выдать ее замуж. Они вместе противостоят жизненным невзгодам и неурядицам, и в итоге побеждают. У пьесы счастливый конец. «Я думаю, что действительно такая личная модель, которая продемонстрирована как пример положительных отношений родителей с детьми. Мама, может быть, которая сама не всегда знает выход из каких-то ситуаций, но вот эта любовь к дочери беззаветная, которая она ее ведет с любовью по жизни, во многом предлилила состоявшуюся дочь. И во многом этот спектакль остался для молодых, выбирался. Другое дело, что он нашел тот клик такой широкий, у широкой аудитории, и успешно идет и на взрослом зрителе. Но мне кажется, юношеский зритель и детский, он ничем не отличается в плане того, что он хочет, чтобы с ним говорили честно». В исполнении артиста в творческой мастерской зрители всех поколений увидели поистине добрый и лирический спектакль, окунулись в теплую доверительную атмосферу. Взрослые вспомнили самые волнительные моменты своей жизни, а дети убедились, что любые трудности, обиды и комплексы преодолимы. Сегодня у нас в гостях исполнительницы главных ролей в спектакле «Про мою маму и про меня» заслуженная артистка Карелии Людмила Баулина. Здравствуйте, Людмила Ивановна. И одна из самых ярких актрис молодежной труппы, творческой мастерской, Валерия Ломакина. Здравствуйте, Валерия. Я, когда шел на спектакль «Про мою маму и про меня», имея в голове только его название, естественно, не ознакомившись даже с самой пьесой, ожидал, что там обязательно будет конфликт поколений, конфликт отцов и детей. Но что я увидел, когда пришел в зрительный зал и когда посмотрел эту пьесу, конфликта я не обнаружил как такового, не обнаружил столкновения, какой-то конфронтации. Наоборот, как мне показалось, мать и дочь ищут друг в друге поддержку, ищут друг в друге опору, как-то вместе противостоят трудностям вот этому враждебному миру вокруг. А в театре «Творческая мастерская» там же работают несколько поколений актеров. Есть ли там конфликты поколений, есть ли там столкновения театральных отцов и театральных детей? Мне кажется, что наше поколение, вот мы, как мы себя называем, основатели театра, мы очень хорошо приняли вторую волну, которая шла после нас, это нынешнее сегодня среднее поколение. И очень хорошо приняли нашу молодежь, нынешнее наше молодое поколение, вот представителям которого, значит, наша Лера Ломакина здесь присутствует. Я думаю, что у нас нет конфликта, просто у нас у каждого, наверное, поколения свой театр. И это время, и здесь ничего не сделать. Есть вещи, которые для меня, например, и, наверное, для моего поколения, они просто необъяснимы. И я понимаю, что вот это сегодня такая молодежь, и это надо принимать так. Другое дело, что, ну, никто, наверное, не позволит сесть на шею, чтобы тебе сели на шею, там размахивали ножками и ручками. Но у нас, слава богу, ребята не такие. У нас молодое поколение, активное, творческое, работоспособное. И то, что у них есть свой спектакль, один, и то, что у них есть несколько заделов на другие спектакли, и то, что сейчас репетируется еще один спектакль, то, что они все объединены вокруг своего лидера, нашего художественного руководителя театра Побережного Александра Владыча, это говорит о том, что они занимаются своим делом, и они, наверное, вот как раз и есть наши продолжатели. Валерия, а вот вы часто вступаете в какие-то творческие споры, в творческую полемику с мэтрами, с более старшими актерами? Это тот фундамент, который заложен в старшем поколении. Я думаю, что многие из моих сокурсников и коллег, они это чувствуют нам ближе. И поэтому, может быть, со старшим поколением, я думаю, более близкие, может быть, отношения, нежели со средним. У нас возникали очень часто споры по поводу дисциплины, по поводу, может быть, кажущегося недостаточного уважения, но мне вообще, на мой взгляд, наше поколение молодое, оно более циничное, оно более мобильное, мобильное за счет того, за счет постоянного желания экономии времени. Ты должен быть абсолютно уверен в том, что авторитет человека, с которым ты разговариваешь и которого ты слушаешь во многих вопросах, касающихся проживания роли или трактовки спектакля, он должен быть абсолютен, и он должен быть проверен именно лично тобой. То есть недостаточно того, что тебе сказали, вот познакомьтесь, это заслуженный артист, или этот человек многого достиг, ты должен, наше поколение привыкло проверять, перепроверять, переперепроверять. Это, конечно, не лучшая черта, и я далеко этим не горжусь, но это, опять же, дань времени. Людмила Ивановна, а вот вы как относитесь к тому, что молодежь вас проверяет? Ну, у меня никогда не было, я никогда не ощущала такого на себе, что меня кто-то проверяет. То, что говорит Лера, мне кажется, это знак чего? Недоверие, недолюбленности. Это очень важно. Мне кажется, что поколение вот такое сегодняшнее, оно недолюблено, в семье, где-то ещё, понимаете, вокруг. А нам повезло, потому что мы жили достаточно открыто. Мы всё время говорили. Мы приходили, говорю, вот наши руки, вот смотрите, я вам говорю то, что я думаю, вот. И никто не держал фигу в кармане. А сегодня другое время. И вот я сейчас слушаю Леру и думаю, да, наверное, вот поэтому и наш спектакль сегодня воспринимается очень эмоционально и молодыми людьми, которые нам рассказывали там впечатление, что, допустим, мальчик, который заканчивает школу, у которого после спектакля нашего была истерика. Люди плачут, мамы плачут, дети плачут. Почему? Потому что что-то пропущено у них в жизни. Я это называю одним словом – недолюбленные. Валерия, а вот вы как считаете, вот старшее поколение театра, творческая мастерская, вот для вас, как для представительницы молодого поколения, вот они являются вот такими вот родителями, как для героини спектакля про мою маму и про меня, да, была ее мать. Ну, опять же, я думаю, я не буду говорить про все поколение, но те представители, с которыми я лично общалась, близко, и с которыми мы обсуждали какие-то актерские вопросы, они, конечно, помогают. И мне нравится, что у старшего поколения есть та искренность и тот наив, и та вера, что удивительно, которой, может быть, так не хватает нашему поколению, поколению, которое привыкло к критике, к Стёбу. И спектакль про мою маму, я думаю, мы на репетиции, мне кажется, пришли к общему мнению, что вот такую, на мой взгляд, сложную пьесу, сложную не в том понимании, что она имеет какие-то психологические глубины или какую-то суперобъемность образов. А в плане того, что она очень проста, и её форма немножко, мне кажется, в чём-то, ну, может быть, примитивна, и она предполагает уходить в какие-то простые вещи. И мне кажется, мы выиграли тем, этот спектакль, и почему он так отзывается, что вот тот наив, доброта и искренность, которая в последнее время почему-то приравнивается к слабости. Если человек открыт и искренен, если он сохранил в себе детские какие-то качества, значит, он слабый, значит, его можно кольнуть, его можно как-то им манипулировать. И мне нравится, что в старшем поколении они не боятся открытости, они не боятся искренности. Они абсолютно, если они верят, то они верят на 100%. И, конечно, это, безусловно, считывается всем молодым поколением, и это один из параметров, который, безусловно, достойен уложения. А если говорить о поколениях зрителей, в частности, о молодых зрителях, вот я бываю иногда, не так часто, как хотелось бы в театрах, и замечаю, что вот именно молодежи в зрительном зале всегда меньше, чем представителей таких более старших поколений. А вот как вы думаете, Людмила Ивановна, как привлечь молодежь в театр? Мне кажется, что, прежде всего, у нас есть наша профессия. Больше ничем. Должен быть хороший выпущен спектакль. Я очень не люблю, когда говорят, что это продукт. Я очень не люблю, когда говорят сегодня «отрасль». Потому что искусство – это не продукт, а искусство – это знание. Это человек, мы даём людям ещё какое-то знание, и он с этим знанием, переваривая, идёт дальше в жизнь. Молодое поколение ещё более активно это делает. Старшим уже есть с чем сравнивать. Поэтому единственный способ – это наш, вот видите, говорю, продукт, это наш спектакль, это наше искусство. А то, что в нашем театре, в репертуаре есть классика, есть совершенно такие авангардные вещи, вот как «Королева красоты», экспериментальные, или «Ультима кафе», который тоже для драмы, это, знаете, это тоже эксперимент. А вот каким должен быть современный театр, интересный в том числе молодёжи, молодым поколениям, он должен больше уклоняться в какие-то экспериментальные поиски или тяготеть к классической традиции, да, свято её хоронить? Вот, например, участница фестиваля, норвежский хореограф Марий Бё, начинающий, она считает, что путь современного театра – это постоянный поиск, это отрыв, там, от традиции, вот. И, собственно говоря, этим она и занимается. Я предлагаю посмотреть небольшой видеоматериал, и чтобы Мария рассказала всё сама. Спектакль «Притяжение» представляет собой сочетание современного танца, электронной музыки и светового шоу. На сцене три девушки исследуют всевозможные подходы к теме гравитации, и в результате оказываются то в серьёзных, то в комических ситуациях. По словам Марии Бё, их задача, чтобы зритель вместе с танцовщицами почувствовал как невесомость, так и сокрушительное притяжение. Это спектакль о притяжении. В нём мы работаем с весом и тяжестью, тяжестью своего тела и тяжестью тел партнёров. И, конечно же, с гравитацией. Это не просто танец. Артистам на сцене действительно тяжело. Тяжесть в движениях, в музыке, в свете. И зритель это чувствует, без драматургии и слов. Современный театр должен искать новые пути. Для меня такой путь – танец. А вот как вы думаете, всё-таки путь, в частности нашего Карельского театра, он какой? Он в каких-то авангардных поисках или всё-таки он в традиции? Он должен... Что такое традиции? Это опять знание. Если я не знаю и не уважаю традиции нашего замечательного, лучшего в мире русского психологического театра, то мой авангард, он будет, знаете, такой не пришей кобыле хвост. Это будет совершенно какая-то отдельная история, которая окажется холостой. Вот даже «Королева красоты», мы же там существуем достаточно... Это психологический театр, да? Но форма его авангардная. То, что ребята делают «Ультима кафе», у них так простроена внутренняя психологическая жизнь, что я смотрю и через танец считываю их внутреннюю жизнь героев. Это говорит о том, что мы не можем разделять одно от другого. И психология, классика, авангард, совершенно какой-то, я не знаю... В искусстве может быть всё, кроме скучного и неталантливого. На базе школы психологического театра, мне кажется, можно заниматься и поисками, и авангардным театром, и хореографией, и всем чем угодно. Главное, чтобы театр был живой. Вот мне здесь близка позиция народной артистки России Людмилы Поляковой, с которой я этим летом общался. Малый театр, который сюда на гастроли приезжал. Малый театр. Она очень сетовала на то, что на сцене очень много, в частности у молодых театров, много обнажённых юношей, эротики, эпатажа, и что это уже, по её мнению, становится одной из проблем нашего российского театра. А если говорить о проблемах Карельского театра, вот о таких самых насущных проблемах, то вот что бы вы могли назвать здесь вот такой рейтинг? Я думаю, проблема какого-то нездорового, на мой взгляд, духа соперничества, какой-то непонятной гонки, причём гонки между театрами. Она, конечно, не афишируется, и это всё идёт таким вторым планчиком. И эта гонка идёт не за какие-то реальные достижения в профессии, за какие-то реальные открытия, а по каким-то абсолютно поверхностным критериям распределяются места. Мы в этом году сделали на три спектакля больше, чем вы. А вы чем порадуете? А у нас костюмы краши. А у вас что? А у нас ремонт сделали. Я думаю, что это не то, если соперничество и может быть какое-то здоровое, я думаю, что оно должно вестись только на профессиональном уровне. Когда я начинала свою творческую жизнь в Петрозаводске, было театральное сообщество, было театральное братство. Мы ходили друг к другу, даже режиссёры отменяли репетиции, но заранее говорили, в таком-то театре с дачи в 11 часов, и мы все шли смотреть коллег. Мы встречались в доме актёра. Мы могли, даже я могла не знать, как зовут, незнакомо, близко, но мы знаем, что это актёры из национального, тогда он назывался Финский театр, это музыкальный театр. Мы здоровались, мы могли за одним столом оказаться, и мы были в кафе, например, в доме актёра, и мы были не чужие люди сегодня. Мне кажется, это размыто, все такие закрытые. Мне кажется, что у нас нет среди театров интереса творческого друг к другу. Все какие-то, знаете, на каждой кочке, в каждой кочке свои заморочки. Может быть, это связано ещё с тем, что время такое тяжёлое, что надо зарабатывать деньги. Раньше было в этом плане, конечно, проще. Были небольшие деньги, но постоянные. Раньше никогда директор не просыпался с ужасом, где мне взять деньги на то-то, то-то. Какое-то было финансирование. Сегодня вот это наше жуткое время, и, конечно, я рада, что на уровне Кремля говорят о том, что вот это здравоохранение, спорт и прочее, прочее. И стали говорить про культуру, и год культуры возник, и обещали, что будет большое финансирование. Но я не вижу этого. В каждом театре проблемы именно с финансированием, понимаете? То есть заявить хорошо, год заканчивается. Я не верю, что нам сейчас столько дадут денег, чтобы мы могли рассчитаться с режиссёрами, там, с художниками, потратить деньги на развитие театра. Потому что нам нужно жить, нам нужно развиваться. С извечным вопросом, что делать, чтобы решить вот эти проблемы карельских театров, мы обратились к министру культуры Карелии Елене Викторовне Богдановой, и вот, что она нам ответила. Ну, наверное, в первую очередь, это то, что у нас, к сожалению, ещё пока складывается ситуация, очень низкая заработная плата, потому что квалифицированные кадры, они действительно востребованы, и нам очень серьёзно предстоит поработать в этом направлении, чтобы всё-таки наши артисты получали достойную заработную плату. Это, наверное, самое главное сейчас на этом этапе, потому что есть действительно очень достойные, хорошие актёры, и мы заинтересованы в том, чтобы они не покидали пределы Республики Карелия, потому что, как бы, действительно, вот, хотелось бы. Безусловно, укрепление материально-технической базы. Для нас очень важно сейчас, чтобы у театра драмы творческая мастерская была своя площадка, над чем мы сейчас работаем, и в рамках столетия Республики Карелия, мы уверены, что получится нам это реализовать, потому что, действительно, задумок очень много. Ну, и, наверное, ещё одна из проблем, которая у нас есть, с которой мы сталкиваемся, это репертуар. Потому что необходимо постоянно постановочные средства, чтобы репертуар развивался и накапливался, и, действительно, необходимо нам самим изучать спрос, да, что нам необходимо, как бы, сделать для детей и молодёжи, для взрослого поколения, для семейного просмотра. Вот это, наверное, такие основные сложности, с которыми мы сталкиваемся. Но, на самом деле, ведём очень активную работу, потому что без привлечения дополнительных средств, это и федерального бюджета, да, Министерства культуры, Российской Федерации, нас очень активно поддерживает. Без этого было бы, наверное, и разные фонды, ну, практически невозможно. На этом мы попрощаемся с нашими прекрасными гостями и пожелаем им творческих успехов. Всего вам доброго, Людмила Ивановна, и до свидания, Валерия. До революции каждый уважающий себя купец, если говорить о крупных деятелях российского капитала, был меценатом, помогал театрам, собирал произведения искусства, так или иначе поддерживал культуру. Почему-то сегодня капиталистов у нас много, а вот меценатов среди них не густо. А ведь это могло бы решить хотя бы часть проблем, которые сегодня стоят перед нашими театрами. Но это так, лирика. Это была программа «Культурный разговор». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова